всем привет сегодня покажу как работать с камеры 360 превью версия на примере ресторан дэма создадим папку plugins и переносим сюда сам плагин этот видео урок относится к версии unreal 5 превью когда происходит включение проекта то у вас не должно быть никаких ошибок и так сейчас мы запустили проект и проверяем установленный плагин а также другие необходимые плагины python movie render сейчас подождем этот проект использует screen space reflection как видите нам нужно активировать ray tracing ждем компиляцию шейдеров да и скорее всего их будет около 10000 поэтому я сейчас остановлю видеозапись и вернусь к вам позднее так я здесь всем привет шейдеры прокомпилировались следующее что нам нужно активировать в проекте это плагины то есть проверить активированные плагины это камера 360 версии 2 а также movie render movie render movie render плагин python и в целом пока все так же я в сцене перевел сделал сделал настройки для ray tracing как видим отражение перевел также на ray tracing глобальное освещение brute force тоже на ray tracing и reflection увеличил следующий шаг чтобы активировать то есть чтобы найти папку плагина вам нужно настройках settings show plugin content и в каких-то версиях две двигателя нужно show engine content хорошо далее добавляем нам нужно камера 360 версии 2 добавляем камера 360 версии 2 эктора открываем нашу секвенцию сейчас я сделал количество кадров будет 30 переведите камеру вашу cinematic в possible и выключите focal length так следующий шаг в постпроцессе в постпроцессе мы сразу уберем ненужные нам blue chromatic из-за них могут быть швы виньетка экспо шур ну в принципе можно автоматик сделать но рекомендую минул выставлять сейчас я проверю очень часто в новой версии unreal engine также настройки меняются в самой камере но просто сделайте постпроцесс blend blend baked по нулям а в постпроцессе мы настроим яркость и так следующий шаг открываем over render queen загружаем facebook 3 на 2 проекцию следующий момент выбираем наш уровень ресторан color color а и название секвенции ресторан м а мастер м а мастер сохраняю пресет для будущих изменений и нажимаем кнопочку сейчас кнопочку рендеринг другой может быть Данный режим довольно быстрый для рендеринга, он подходит для различных проектов, но имейте виду, если в вашем проекте есть динамическая листва либо физика объектов, то могут образовываться шуи при сшивании, потому что рендеринг происходит каждый раз по отдельности и физические объекты, например, они будут иметь каждый раз разные состояния. Продолжение следует... Так, рендеринг мы завершили, следующий шаг... Следующий шаг... Мы должны открыть официальный сайт fmpeg download и скачиваем папочку shared. Это версия fmpeg с открытыми библиотеками, после чего мы распаковываем полученный файл. Я распаковал в папочку fmpeg, то есть вот файлы, которые нам требуются. Самый главный файл, который нам необходим, это fmpeg.exe. Переходим в проект, открываем нашу камеру 360 и указываем путь к fmpeg. Да, путь должен быть без пробелов, без тирешек, без прочерков. Следующий шаг... Мы будем сначала сшивать наше изображение. Выбираем камеру 1, выбираем камеру 2 и так далее. Так, камера 5, камера 5 и камера 6. Заметьте, кадры у нас начинаются с 001, значит 001 выбираем. Выбираем проекцию facebook и output выбираем папку. Заметьте, в пути никаких пробелов, никаких прочерков нету, поэтому все должно быть хорошо. И также запускаем виджет python.exe. Нажимаем stitch image. Да, в превью версии два раза получается у нас сшивание происходит, поэтому просто закрывайте, если второй раз у вас появляется окошко. Сейчас мы получили сшитую проекцию facebook. Следующий шаг... Мы конвертируем полученное изображение в любую проекцию, которая нам нужна. В нашем случае fulldom. Также единичка, потому что у нас идет с единицы кадр. Fulldom, например, нам нужен 180 градусов. Да, кстати, можно даже и 360 градусов сделать. Сейчас я проверю. Fulldom. Конвертировать. Второй раз мы убираем поле, оно нам не нужно. Смотрим fulldom. Вот. Это у нас в формате fulldom.360. Но, как видите, у нас есть поля, то есть я в будущих версиях сделаю маску, чтобы не было у нас такой проблемы. Переведем в fulldom 180. Так, первый раз, потом второй. Закрываем второй. Мы получили fulldom 180 градусов. Как видите, швов нету, то есть качество изображения очень суперское. Даже можно его поднять. То есть, к примеру, сейчас покажу. Facebook у нас по разрешению составляет 12000 на 8000. Значит, мы можем, я думаю, даже 8000 на 8000 попробовать сделать сшивку. Второй раз убираем. Отлично. В любом случае, не забывайте, что вы можете использовать сглаживание. То есть, картинка будет еще четче. Вот. Получается, что мы получили с вами fulldom в идеальном качестве. С рейтрейсингом. И никаких швов у нас с вами совсем нету. Так. И сейчас дальше посмотрим. К примеру, вам необходимо поменять угол обзора. Это тоже можно сделать. Выбираем, например, повернуть на 45 градусов. Это будет вверх поворот. Минус 45 это вниз. Сейчас проверим. То есть, сейчас мы сделали наклон камеры вниз. То есть, на 45 градусов. Это очень полезно. Поэтому имейте в виду, что это тоже может пригодиться. Так. Следующий режим я вам покажу сейчас. 360. Когда делаете 360, имейте в виду, что нужно выставить fulldom на 0. Сейчас я проверю, как выглядит проекция в 360. Второй раз. Убираем. Вот наша проекция 360. Никаких швов. Идеальная 360 в высоком качестве. Сейчас я покажу другой метод. Итак, я покажу вам следующее решение. Оно очень простое. Итак, решение называется растеризация. Для начала выбираем вашу секвенцию. Деактивируем вашу камеру. Затем выбираем нашего актера камера 360 версии 2. Добавляем его в секвенцию. Добавляем его в положение. И оттачим к синему камеру эктор. Итак, в положении мы указываем по нулям. Отлично. Далее. Выбираем режим стандартного секвенсора. И пробуем отрендерить так. Выбираем опять камеру. Выбираем режим кубической карты Facebook 3х2. И, например, здесь небольшой калькулятор разрешения. Я хочу сделать на 12000 пикселей на 8. То есть для этого мне потребуется активировать командную строку. ResX равен 12000. ResY равен 8000. Да, также чтобы рендеринг шел быстрее в настройках, я рекомендую изменить на TAA сглаживание. Потому что Temporal Super Resolution сейчас рендерит отлично. Но в целом почему-то медленно и в изображении какие-то артефакты. Я думаю, это со временем будет исправлено. Поэтому используем обычный TAA. Итак, выбрали размер JPEG. Нажимаем старт рендеринга. Тридцати кадров. У нас сейчас рендер идет в папку Facebook. То есть вы сейчас получаете сразу готовую проекцию в Facebook. Не нужно ничего сшивать. Режим работает синхронно. То есть делится экран на 6 частей и вы производите рендеринг. Видимо, я забыл удалить лишние файлы. Сейчас прошу прощения. Стоп. Иначе я с вами запутаюсь. Еще раз рендеринг. В целом метод тоже довольно интересный. Рекомендую вам подбирать тот, который вам больше всего подходит. То есть у каждого метода есть свои плюсы. Так, остановим рендеринг. Отлично. Проверяем изображение. А теперь выбираем нашего актера камера 360. И сразу выбираем конвертировать в изображение. Потому что у нас это получается готовая проекция. И ее мы уже можем конвертировать в любую нужную нам. Здесь по нулям указали. И конвертировать. Да, угол поворота у нас почему-то минус 90 градусов получился. Я это исправлю в будущих своих обновлениях, которые для Unreal 5. В целом, как видите, мы получили ту же самую проекцию в 360. С поддержкой retracing отражений. Вот суть данного метода. Итак, продолжаем следующее решение. Это патч трейсинг. Убираем нашу камеру из секвенции. Нажимаем кнопочку Disable. Далее нам нужна данная категория патч трейсинг. Выбираем путь к Unreal 5. Превью версия. Затем выбираем нужную проекцию. К примеру, FullDome или FullDome Stereo. 180 градусов. Нажимаем Apply и Recompile. Что происходит, мы меняем проекцию шейдера и получаем нужную нам проекцию из списка. Режим патч трейсинг самый реалистичный режим. Но он, к сожалению, медленный. Но он очень качественный. В плане минимум настроек вашей сцены. И вы получаете очень красивое изображение. Я думаю, за этим режимом будущее. Поэтому со временем, когда видеокарты будут еще мощнее, то я думаю, он будет использоваться чаще. Потому что в нем доступны и стерео форматы, и можно подобрать качество, в принципе, и для быстрого рендера. Так. 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 Сейчас еще немного осталось. Итак, сейчас происходит рекомпиляция шейдеров, но вы можете уже посмотреть пример патч трейсинг. В моем случае я выбрал режим FullDome 180. Вы можете в этом режиме работать с вашими камерами. Все будет в режиме реального времени отображаться. Сейчас мы подождем все-таки компиляцию шейдеров и вернемся. Итак, продолжаем урок по патч трейсингу. Итак, мы перешли в режим патч трейсинг. Что мы видим? Я сейчас перешел в режим камеры. И нужно настроить изображение. То есть для этого что мы делаем? В настройках линзы мы корректируем наше изображение. Да, кстати говоря, сразу фокус отключать нужно. Он пока в патч трейсинге в разных проекциях. Таких он не совсем корректно работает. Далее выровняем значения и focal length. Кстати говоря, focal length, как видите, он работает. Что дальше? Чтобы... В целом советую aspect ratio отключать. Потому что при рендеринге автоматически будет разрешение экрана адаптироваться. Я вам покажу пример. Что у нас по настройкам. Все. То есть мы применили нашу проекцию. Сделаем режим Game View. И посмотрим, какие настройки мы можем проверять в превью версии. Настройки на самом деле минимальные. Вот он, патч трейсинг. Итак, количество отскоков. Если один отскок. Два, три, четыре, пять. То есть количество отскоков света. В этой сцене их... Не обязательно использовать 32. Думаю, достаточно и 10. Сэмпл пер пиксель. Например... Сейчас я применю одну команду. Progress display. Патч трейсинг прогресс дисплей. То есть... Это показывает, сколько времени у нас требуется на завершение всех проходов пикселей. Итак, если их 10. Если их 500. Вот. И так далее. То есть 25. И... Денойзер. Например, если его убрать, то 25 проходов... Вот такое изображение вы получите. Если, допустим, тысячу проходов, то... Картина будет гораздо четче. Многие... Рекомендуют, в принципе, использовать... Сэмпл пер пиксель. А деноизер не использовать. То есть... В принципе, в этом есть... Разница. Деноизер также занимает много времени для очистки. Используем оверендер. Далее. Что здесь? Например... Фильтр видж. Если... Значения очень большие, происходит размытие картинки. Если же мы сделаем два с половиной или два, то края будут более четкими. То есть более четкое изображение. Amassive Material. Это поддержка Amassive Material. Вот эту опцию я еще не проверял, что это значит. В целом все. Вот все настройки, которые... Которые у нас есть. Давайте сделаем просчет на 1024. Без деноиза. И... Также... Давайте яркость, наверное, поднимем. 4. До 3. Хорошо. У вас есть два варианта рендеринга. Это используем MovieRender Queen или Sequencer. Поэтому... Но я обычно использую MovieRender сейчас. В нем много настроек. Итак... Ресторан Name A и Ресторан A. Отлично. По настройкам нам нужно первое... Патч Tracer указать. И... Сглаживание. Чтобы получить... Сглаживание 1024, это, наверное, 30 на 30. Сколько? 900. 35, 34. Ну вот... 1020, да? Override Anti-Leasing. Режим Known. В целом... Этого достаточно. Выберем разрешение, например... 8000 на 8000. Да? В целом... Больше опции не нужны. То есть я их не использую. Там... Думаю, этого достаточно. Accept и Рендеринг. Что в итоге у нас происходит? Мы ждем с вами старта рендеринга. По времени... От 1 минуты до 10 минут. Все зависит от того, какое количество сэмплов на пиксель вы выберете и... Какое разрешение на выходе вы планируете получить. Как видите, у нас автоматически мы выбрали 8000 на 8000. И наша проекция автоматически сжалась в соотношении сторон один к одному. Итак, продолжаю видеоурок по патч-трейсингу. Проект оказался довольно многоотражающий. Итак, по поводу времени. То есть сейчас я вам покажу результат. Картинка очень сглаженная. Но время рендеринга, конечно, оно... Заняло... Сколько заняло-то? 13 минут на одно изображение. Размер я изменил. 5000 на 5000 пикселей. Далее я попробовал другие настройки применить. Это 480 сэмплов, в два раза меньше. И время рендеринга также в два раза меньше. То есть 6 минут. Сам проект по себе... Он очень много отражений в себе содержит. И поэтому в данном проекте очень довольно-таки рендеринг происходит не быстро. Поэтому время рендеринга также зависит и от... И от самого проекта. То есть если вы посмотрите... Обычно рендеринг в простых проектах, ну или вот архивист, например, там 120 кадров. То есть 60, 120, а здесь даже 25. При патч трейсинге. Вот такие дела. В целом... Вот такой режим... У нас получается. Но давайте его... Полученный результат... Сконвертируем в видео. Конвертируем в видео. У нас идет проекция сразу FullDome. Выбираем секвенцию. Начало кадра у нас идет с 0.01. 5000 на 5000 пикселей. FullDome. Попробуем сконвертировать. Ошибка. Сейчас, подождите. Вылеты у вас могут быть. То есть я заметил это в Unreal 5. До этого в... Может быть от нехватки бывает памяти. Ну, просто заново примените настройки и... Думаю, у вас все получится. Думаю, у вас все получится. FullDome. Конвертируем. Как видите, результат очень... В целом... Очень крутой. Поэтому... Если вам нужно качественное... Видео, то... Это очень даже... Отличный режим. На этом все. С патч трейсингом мы закончили.